здравствуйте друзья такой вопрос неожиданный у нас человек говорит как я отношусь спрашивает как я отношусь к тому чтобы не выпускать в обращение монеты на которой ничего нельзя купить вот говорит он сегодня в российской федерации не на копейку не на 5 не на 10 там не на 50 копеек купить ничего нельзя вот нет такого товара который стоит эти деньги для меня вообще советским талоном являлись являлась коробка спичек вот что можно купить на одну копейку а вот горят коробка спичек на 2 копейки можно было например позвонить из телефона автомата еще на одну копейку можно было купить воды не газированной но без сиропа вот газированная без сиропа стоила копейку с сиропом 3 с двойным сиропом 5 ну то есть безусловно в ссср на всякую денежку монеточку да там можно было что-то реальных приобрести насчет того что действительно как бы инфляционный процесс какой-то происходит и вот что можно купить там вопросе этом спрашивает а что можно купить в америке на 1 цент и я даже не знаю честно сказать что можно купить на 1 цент затрудняюсь но дело дело ведь вот чем дело в том что монеты нужны не только для того чтобы на них что-то купить но монеты нужны для того чтобы сдачу сдать покупателю поэтому тут еще знаете есть специфика американская состоящая в том что когда ты покупаешь товар в магазине вот они написано там три доллара да там или там три доллара шестьдесят пять центов вот там буханка хлеба такого мягкого бутерброда и вы идете в кассу и дальше в зависимости от того где эта касса находится в каком она штате находится и больше того в каком графстве этого штата она находится начисляется налог на там продажу но я не уверен что на хлеб начисляется я может быть ошибаюсь на продукты питания нет налога но что-то что-то стоило 3 65 вы приходите в кассу и налог может быть 0 как например в некоторых штатах нет вообще такого налога на продажи налог может быть там 425 может быть 574 там я не знаю зависит вот теперь какой какая-то каунти графство какое-то говорит мы должны построить вот дорогу вот тут это нам будет стоить так 50 миллионов долларов тогда мы на ближайшие три года добавляем вот к этому селс таксу 0 25 процентов и тогда у нас эта сумма за три года покроется эти череды то есть вот сегодня вы это делаете вот такой процент а там три года прошли нет немножко другой процент но вот крутит гуляет во все стороны поэтому одна и та же вещь на которой написано 365 да может стоить там плюс ну не минус до плюс там 3 центе к 4 центе к 5 центе к в 12 центе к и так далее и поэтому а как человеку сдачи сдать но вот допустим там получается что-то было 365 а стала там 389 ну так вот ему центик надо отдать вы можете отдать и не отдавать сдачи но это уже совершенно другой вопрос там скажем с какой точностью надо выдавать дачу вас сдачи вот сегодня у нас выдают сдачу с точностью до одного цента ну что теперь делать поэтому я думаю что вот если принять во внимание что одна из функций мелочи это выдача сдачи точной вот тогда снимается вопрос о том а что можно на эти деньги купить а может быть и ничего нельзя но но сдачу дать сдать можно другое дело что конечно мы знаем страны некоторые где как-то так сильно деньги обесцениваются в течение продолжительного времени когда уже ну действительно теряется всякий смысл тоже и для сдачи тоже не нужно в отличие скажем от центика в соединенных штатах вот нужно совсем никуда я помню когда началась вот эта эмиграция там наши наша волна эмиграции началась это ну считайте семидесятые вторая половина семидесятых восьмидесятые вот тогда люди ехали через италию и в италии тогда вот эти лиры были и измеряли не лирами а милями то есть тысячи тысячи лир да то есть сколько стоит там три мили ну что три тысячи лир ну конечно проводятся денежные реформы из-за этого например вот на моей памяти хотя очень маленький был тогда была такая реформа когда все цены и все зарплаты одновременно в 10 раз изменились то есть вот допустим человек получал тысячу рублей в месяц а стал получать 100 рублей в месяц это было где-то там на границе 60 61 года так называемые старые деньги и новые деньги значит напечатали новые деньги многие значит говорили что нас обобрали потому что если раньше там коробка спичек стоила 5 копеек ведь и не было за копейку ничего но коробка спичек стоило 5 копеек а сейчас она стоит одну а как бы значит вдвое больше или например позвонить по телефону на старые деньги было 15 копеек до реформы денежные а стало две агата на на треть выросла но в общем вот безусловно денежные реформы проводятся тогда когда ну соответственно власти администрация когда они приходят мысли о том что это нужно сделать то есть наверняка если в российской федерации например до этого дойдет они они с удовольствием перепечатывают там эти деньги господи господи ты боже мой значит видимо нет в этом какой-то такой большой нужды сегодня а если будет сделают это обычное дело счастливы ребят а а